Москва в шоке Зеленский требует распустить ЛДНР Политика Новости Украины 16 октября 16.51 Москва в шоке Зеленский требует распустить ЛДНР Украинская сторона поставила кресть на Минских соглашениях Алексей Ильешевич Комментарии в просмотров 4688 Фото Александр Лька, ТАСС На заседании трехсторонней контактной группы ТКГ Представители Украины выдвинули новые требования для выполнения политической части Минских соглашений Причем настолько безумное, что даже западные кураторы незалежной наверняка опешили Киев настаивает на распуске Донецкой и Луганской народных республик Об этом на своей странице в Facebook Написала пресс-секретарь Леонида Кучмыдар-Калифер В списке требований украинской стороны есть стандартные пункты О которых говорят постоянно Полное прекращение огня Обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ в Донбассе Выведение с территории Украины иностранных войск и военной техники Контроль над границей ТД К этому суповому набору Дарко Альфер присовокупила еще распуск квазеобразований и ЛДНР Как их можно распустить, в команде Кучмы не пояснили Остается только гадать, что творится в голове у экс-президента Украины и у самого Зеленского От имени которого переговорщики выдвигают требования Вероятно, если задать вопрос в лоб, Леонид Кучма скажет примерно следующее По Минским соглашениям никаких республик не существует Есть только отдельные районы Донецкой и Луганской областей, Ордла Поэтому распуск ЛДНР нисколько не противоречит существующим договоренностям Даже наоборот Для реализации Минска-2 эти квазеобразования обязательно нужно ликвидировать Читайте также Новое оружие России Секретные истребители свой вариант Мистрали на Западе считают Что в РФ в 2020 году начнется строительство легких авианосцев Но если вникнуть в текст мерных договоренностей Картина выглядит несколько иначе Да, ЛДНР в нынешнем виде должны прекратить свое существование Но не в результате распуска, объявленного Киевом А в результате реализации той самой политической части Минских соглашений Для этого нужно провести местные выборы Амнистию и конституционную реформу Которая предполагает закрепление особого статуса Донбасса в основном законе государства Тогда избудется голубая мечта Леонида Даниловича Не будет больше ДНР и ЛНР Но украинская сторона все переворачивает с ног на голову По логике Кучмы, распустить Квазиреспублики следует до выполнения политической части Минска-2 Дарка Альфер так и написала Выполнение политического блока вопросов является возможным исключительно при условии соблюдения этого условия Рискнем поспорить с пресс-секретарем бывшего президента Украины Если каким-то чудным образом эти больные фантазии Киева воплотятся в жизнь Выполнять политический блок вопросов будет невозможно Потому что все шаги в направлении реинтеграции Донбасса Киев должен согласовывать с его представителями С теми, которые есть по факту, а не с теми, которых Зеленский хотел бы посадить в кресло губернаторов Донецкой и Луганской областей Украинская сторона поднаторела в искажении содержания мирных договоренностей Но здесь изловчиться не выйдет В 11 пункте комплекса мер по выполнению Минских соглашений Под которым, кстати, подпись поставил лично Кучма Четко написано Новая конституция должна учитывать особенности местного самоуправления Варделла А особенности нужно согласовывать с представителями этих районов С кем согласовывать, если Кучма всех распустит? Допустим, об изменениях в конституцию местные власти Донбасса будут дискутировать с Кевом уже после выборов Однако пазл все равно не складывается В 4 пункт того же комплекса мер закралась еще одна зрада Оказывается, стороны конфликта должны вести диалог о модальностях проведения местных выборов Варделла и о будущем режиме этих районов То есть ключевые пункты брачного договора между Донбассом и Украиной нужно согласовать заранее Видимо, для особо одаренных представителей незалежной составители документа добавили 12 пункт Согласование вопросов, касающихся местных выборов С представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней контактной группы Так о каких представителях идет речь? Если выборов еще не было, их только обсуждают Зеленский все острые вопросы минских соглашений хочет обсудить со своим народом На срочном брифинге после подписания формулы Штайнмайера президент Украины сказал Что продлевать еще на год закон об особом статусе Донбасса он не собирается Новый документ будет разработан в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом О том, что его не мешало бы обсудить с представителями неподконтрольных Киеву территорий Зеленский не сказал ни слова Теперь понятно, почему? Ни о чем говорить сквозь республиками и их нужно распустить По сути, после таких заявлений больше ни о чем говорить с украинской стороной Слишком долго она играет в наперстки И заигралась настолько, что довела ситуацию до абсурда Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать одну из сторон Которая эти соглашения подписала Такие номера политической эквилибристики даже Порошенко не исполнял На всякий случай Дарк Алифер приправил оппозицию официального Киева Еще несколькими не столь абсурдными, но столь же невыполнимыми требованиями Например, возвращение контроля над участком российско-украинской границы в Донбассе Сколько раз уже было проговорено, что передача контроля над границей по минским соглашениям начинается только после выборов То, что Украина этот пункт игнорирует, неудивительно Удивляет методичная тупость, с которой официальные представители Киева навязывают свою повестку Их тыкают носом в текст договора Они все равно, как попугаи, твердят о границе В подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона снова проталкивала тезисы О необходимости вернуть украинским олигархам отжатые предприятия и ликвидировать вардлорублевую зону Оба предложения звучат довольно странно, поскольку именно действия Украины способствовали и переходу под внешнее управление украинских заводов в ЛДНР И созданию здесь в 2015 году бивалютной зоны, поздний рубль полностью вытеснил гривну Возвращение статуса КВО также зависит от Киева Украина, надо давить на жалость Виталия Третьяков о секретных рекомендациях президенту Зеленскому Можно предположить, что это требование не более чем плод воспаленной фантазии престарелого Леонида Даниловича Который в Минске не обращает внимания на указания Зеленского По одной из версий, в первый раз попытка согласовать формулу Штайнмайера сорвалась именно из-за кучмы Даже если так, перманентного саботажа Зеленский не потерпел бы Переговоры в Минске ведутся от его имени, непримиримая позиция украинской стороны это его позиция Очевидно, на встрече в нормандском формате Зеленский попытается переиначить минские соглашения Которые считают несправедливыми и несоответствующими интересам Украины Но все команды прекрасно понимают, что с Путиным этот номер не пройдет Поэтому министр иностранных дел Вадим Пристайко, который ранее был полон решимости добиться возвращения Донбасса Заговорил об альтернативных сценариях Недавно он и вовсе заявил, что встреча лидеров нормандской четверки это последний шанс для реализации минских соглашений Судя по новым требованиям украинских переговорщиков, Зеленский уже морально готов обратиться к соотечественникам со словами Я пытался, ничего не получилось Не потому что президент плохой, а потому что Порошенко заключил невыгодные соглашения, которые нельзя ни выполнять, ни корректировать В сущности, уже не имеет значения, соберутся ли за одним столом лидеры нормандской четверки Говорить им элементарно ни о чем Украина демонстративно ставят крест на минских соглашениях Донецк Новостью Украины Климкин поразился тому, что жители Донбасса не хотят снова быть украинцами Новости политики Украина, надо давить на жалость Новостью Украины